В память о тысячелетии представления святого равноапостольного князя Владимира в Витновском благочинии с начала нынешнего года проводятся различные мероприятия, выставки, открытые уроки, семинары в воскресных школах, лекции, беседы, концерты, паломнические поездки для прихожан. Апофеозом праздника стало 28 июля. Во всех храмах благочиния с самого утра проходили праздничные богослужения. В одном из старейших храмов Рождества Пресвятой Богородицы в селе Тарычёво было немноголюдно, но это объясняется лишь рабочим днём. Прихожане Богородицы Рождественского храма в этот праздничный день пришли на службу с особым приподнятым чувством, памятуя о том, что наши предки называли великого князя Владимира святым, крестителем, красным солнышком, вкладывая в каждое из этих имён любовь и благодарность за обретение истинной веры. Эти чувства и сегодня наполняют сердца православных, укрепляют духовные силы. Для меня большой день. Почему нет? Да я думаю, для всех это большой день. Для нашей страны это особенный праздник, потому что мы за столько лет впитали в себя всё самое доброе, всё самое хорошее. И даже русские люди, многие, которые не посещают, к сожалению, храм, они всё равно не могут какие-то законы приступить и нарушить, потому что за столько лет они впитали эту доброту и этот свет. И это большой очень для нас праздник и большая радость. Завершилось богослужение в день памяти святого князя Владимира молебным по особому чину и крестным ходом. С крещения Руси началась новая история государства. Под влиянием Византии утвердился архитектурный стиль Киевской Руси. Была заимствована традиция византийской иконописи. Получило развитие книжное учение. Строились храмы, образовывались первые монастыри. Но самое главное, изменялись в лучшую сторону. Смягчались нравы и обычаи отдельных людей, а значит и всего народа. Годы после крещения – это годы расцвета самой широкой, самой жертвенной благотворительности в киевских землях. Сегодня мы вместе с вами молились за божественную труди, прославляя это великого святого, который внес революционный вклад в историческое и культурное развитие нашей Родины. Не так много политиков, которые, произведя какие-то реформы, оставили такой огромный след в наследие нашей Родины, как великий рано-постанный князь Владимир. Настоятель храма поздравил в первую очередь с Днем Ангела тех, кто носит имя святого, и всех верующих с великой датой, напомнив, что сегодняшний день чтится уже 10 веков и имеет историческую значимость. Христианство – это не просто вчерашний день. Христианство – это уже многовековая традиция, которая имеет культурообразующую под основу всей нашей жизни.